Друзья, я бы хотел порекомендовать вам заглянуть на канал Дарк Муна. Это авторский канал по любимой вами игре Mobile Legends. Здесь вы найдете много полезных гайдов и секретов по героям мира ML, видео с озвучкой мультфильмов по игре, нарезки смешных моментов из Mobile Legends, а также душевные стримы. Подписывайтесь на канал, ссылка в описании. Дарк Мун любит каждого подписчика. Мур, привет друзья! Это традиционный зеленый гайд на нового героя. Недавно вышел Кае, Небесный Страж. Что о нем можно сказать? Неплохой инициатор боя и помощник в гангах. Его класс указан как саппорт танк, но на мой взгляд он ближе к бойцам, поскольку его задача схожа с Чу или Кусакой. Они могут отключать противника, находясь рядом, и наносить немаленький урон в одну цель. В то время как Франко может отключать дальнюю цель, если конечно попадет. Но у Франко практически нет урона. Ха, представляю, что будет в комментариях от фанатов Франко. Итак, как же играть за Каю? Я предлагаю собрать из него дизайблера, подобно Ангеле. Определимся с эмблемами. Подойдут эмблемы бойца с калечащим ударом. Так мы сможем замедлять противника навыками. Либо выбираем эмблемы поддержки с меткой концентрации. После нанесения урона противнику, союзники будут наносить по нему больше урона. А если у вас проблемы с выживаемостью, или тормозит устройство, как у меня, то берем эмблемы танка со стойкостью. Будет чуть проще выживать в файтах. Способности. Тут предпочтительнее вспышка или спринт, из-за взаимодействия с ультой. Навыки. Пассивка. Сердце бури. Кая при получении урона от героя ускоряется на 40% на 1 секунду, и имеет КД навыка 5 секунд. Но не фонтан. Порой жизнь спасет, но это редкость. Первый навык. Кольцо порядка. Кая запускает кольцо, которое увеличивается, а потом сжимается. Противник получает урон и на этапе расширения, и на этапе сжатия. Кроме урона, цель замедляется на 30%. На третьем этапе навыка включается статическое электричество, которое хоть и действует вблизи, но если попадает в одного противника, то увеличивает свой урон с каждым ударом. Этот навык мы усилим в сборке, и благодаря ему же, Кая в случае необходимости может забирать вражеский лес, или проводить успешный ганг одной цели при огневой поддержке. Второй навык. Сила шторма. Кая делает рывок на короткое расстояние, с помощью которого мы можем пересекать препятствия, но очень узкие. Всем противникам на пути мы нанесем урон, а союзникам повесим щит, не забыв и про себя. Щит будет от 8 до 10% в зависимости от максимальных хп носителя. Кроме того, союзники и Кая получат ускорение от 10 до 20% на короткое время. А кроме того, Кая совершит еще один рывок. Проценты увеличиваются в зависимости от уровня навыка. Благодаря этому навыку мы в разделе саппортов ищи тут и рывок, и ускорение. Но на мой взгляд, рывок и повторный могли бы сделать на большее расстояние, чтобы мы, как ястреб с плеча охотника, могли настигать дичь. Но кого волнуют мои хотелки? Ульта. Божественное правосудие. Кая почти в упор захватывает вражеского героя и тянет за собой, при этом нанося единожды урон и отключая противника на целых 2 секунды. На это время у противника незначительно снижается броня и магическое сопротивление. У этого навыка есть особенность. Если у вас ловкие пальцы и нетормозное устройство, вы можете утянуть противника двумя навыками – вспышкой и навыком рывка через союзников. Это позволяет затянуть под башню противника, утащить в лес из замеса танка или отключить самого злобного дамагера. Правда, в последнем случае вы, скорее всего, погибнете. Но что не сделаешь ради победы. И да, этот навык тоже усилим с помощью сборки. Давайте расскажу о ней. Мне понравилось начинать с лесного закупа. Нож охотника плюс элегантный самоцвет. Да, 980 золота – это дорого. Но это позволяет облегчить старт и быть полезным с самого начала, лишний раз не уходя с линии. Ведь с каждым уровнем нам будет восстанавливаться и хп, и мана. Тем более, вы потом продадите эти предметы, почти отбив стоимость. Дальше на выбор. Божественное вдохновение или проклятый шлем. Проклятый шлем увеличит урон. Он будет наносить его вместе с вашим первым навыком. И обожигать противника в ульте. Благодаря изменениям в одном из обновлений, теперь он бьет в зависимости от максимальных хп противника. Божественное вдохновение даст вам живучесть, которая вместе с самоцветом серьезно возрастает. Вторым предметом – сапоги-скороходы. Для успешного применения ульты нам нужна скорость. Третий предмет – это тот, кого мы не выбрали первым. Далее – господство льда. Противники рядом с нами будут стрелять медленнее на 30%. И бег их замедлится на 5%. А это усилит ульту и нашу живучесть. Жезл снежной королевы. Жезл увеличит наш магический урон, соответственно урон от навыков. Пассивка же будет замедлять врагов, которым мы нанесем урон. А от первого навыка он обычно будет дважды и более. Да еще и массовый. По скриптуму пассивка жезла стакается два раза. И последним я беру «Пришествие демона». Когда вас будут атаковать навыками, а вас будут атаковать, противник получит ослабление к урону в виде процентов. Коротко о тактике. Ваша задача в ранней стадии игры – помогать в гангах. Используйте второй навык, чтобы сблизиться с противником. Первый – чтобы замедлить. В погоне можете даже не атаковать с руки, поскольку первый навык остается без остановки бега. И жечь продолжает вместе с проклятым шлемом. Когда у вас будет готова ульта, можете начинать охоту из кустов. Выбегаете, выбрав нужного противника, хватаете его ультой и тут же, выбирая направление, прыгаете в сторону башни или союзников. Или, как вариант, можете так спасать союзника. Благодаря ульте и двойному прыжку Кая способен перетаскивать противника через препятствия. То есть как Франко, если у противника нет эскейпа, вы выключаете его из боя, правда, вместе с собой. В массовой схватке вы способны, зайдя с фланга, схватить мага или АДК и вытащить его к союзникам. Если же вы оказались за спиной союзников в начале схватки, постарайтесь как можно большее количество союзников охватить рывком второго навыка, чтобы повесить как можно больше щитов и отправляйтесь здесь заявлять противника, стараясь не погибнуть при этом. Помните, те, кто уворачиваются от навыков, способны игнорировать вашу ульту. Применяйте ее, внимательно следя за действиями противника. Кроме того, надеюсь, скоро большинство поймут, что Кая – это не танк, он не впитает много урона. Это скорее поддержка основному танку и дамагерам. Вот таким я вижу Каю, друзья. На этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео и ставьте лапки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok